Около генотеатра «Искра» многолюдно, ведь здесь прошел день славянской письменности, а началось мероприятие с приветственных слов начальника управления образования Натальи Киселевой. Мы знаем, что народ силен своей культурой и историей, и мастер-классы как раз демонстрируют нашему подрастающему поколению нашу культуру, и в этом, несомненно, главная задача этого форума. День славянской письменности отмечается, видно, более 20 лет. В этот раз у кинотеатра «Искра» гостей ждали разнообразные мастер-классы. Лепка из глины, валяние, вязание из лыка. Здесь можно было научиться ремеслам, которые были распространены еще на Древней Руси. Расскажите о мастер-классе, который вы проводите. Я провожу мастер-класс «Харгопольская игрушка» именно вот таких вот котиков мы делаем с детьми. У них получается вот очень хорошо, это все, что они слепили пока что, но у них вот сложно им дается вот именно эти лапки. Чему вы обучаете детей? Сейчас я их учу делать обрядовую куклу-кукушку. Мы работаем с лыком. Это внутренняя часть коры деревьев, например, липы, дуба, ивы. Да-да-да, вот так вот ровно-ка, и русские пары, вот туда беды. Да-да-да, вот так. Расскажите о мастер-классе, который проводите. Ну, мы решили сделать матрешку, так как она является русским символом. Каждый настранец хочет, когда приезжает в Россию, купить себе матрешку. Около кинотеатра «Искра» гостей ждал концерт, хор русской песни, танцевальные и музыкальные коллективы. Весь репертуар был посвящен любви к России и к ее культурному наследию. Россия – это мы, это ты и я, Россия – наша горда, моя и моя. Организаторами мероприятия выступает Центр детского творчества и «Импульс» при поддержке управления образованием. Если раньше это был только конкурс мастер-классов, то в этом году решили добавить еще и такую форму, как лекторий, чтобы это было полезно и нашим педагогам. В зале кинотеатра «Искра» расположился лекторий для преподавателей. Информационные технологии в сфере образования и декоративно-прикладное искусство стали основными темами. Мы сразу обращаем внимание, орнаментальный мотив, идущий по кровле причелина, который заканчивается полотенцами с разнообразными орнаментальными мотивами. Наверное, больше о творческом искусстве, потому что в нашей профессии, на мой взгляд, это очень важно для развития младших школьников. Славянская азбука до сих пор считается одной из самых удобных систем письма. Праздник, прошедший в Видном – пример того, что в этом городе чтят и помнят культуру своей родины. Инга Янчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Продолжение следует...